В нескольких предыдущих лекциях мы говорили о том, как искать, читать и работать с научной литературой, а также о различных видах научных работ. Сейчас бы хотелось подробнее поговорить о монографии и диссертации, об их отличиях и особенностях и о работе с ними. И так, как уже упоминалось ранее, монография – это научная работа, принадлежащая одному или нескольким авторам и содержащая полные и углубленные исследования одной проблемы или темы. Есть два вида монографии – научная и практическая. Научная монография – это научно-исследовательская работа, предметом которой является исчерпывающая обобщение теоретического материала по научной проблеме или темы с его критическим анализом, определением весомости и формулировкой новых научных концепций. Такая монография фиксирует научный приоритет, обеспечивает общество первичной научной информацией, служит освещению основного содержания и результатов научного диссертационного исследования. Научную монографию характеризует единство содержания. Она свидетельствует о значимом вкладе соискателя в науку и рассматривается как квалификационная научная работа. При этих условиях она заменяет диссертационную работу. Объем индивидуальной монографии соискателя ученой степени доктора наук, которая засчитывается как диссертация, должен составлять не менее 15 авторских листов в области гуманитарных и общественных наук. Авторский лист – это количественная единица измерения объема литературного произведения, созданного автором, либо обработанного переводчиком, редактором или корректором. На постсоветском пространстве авторский лист обычно равен 40 тысячам печатных знаков, то есть включая знаки припинания, цифры и пробелы между словами и до полей. Второй тип научной монографии – это научная работа, которая является средством освещения, основного содержания диссертации и одной из основных публикаций по теме исследования. При этом к ней предъявляются некоторые требования. Прежде всего объем – не менее 10 учетно-издательских листов, которые подсчитываются приблизительно так же, как авторский лист. Здесь также необходимо наличие рецензий двух докторов наук по соответствующей специальности и рекомендаций ученого совета научно-исследовательского учреждения или высшего учебного заведения. Важным требованием к такому типу научной монографии является тираж не менее 300 экземпляров и наличие международного стандартного номера ICBM. Традиционно сложилась следующая композиционная структура научной монографии – титульный лист, аннотация, перечень условных обозначений по необходимости, введение или предисловие, основная часть, выводы или заключения, литература, вспомогательные указатели, приложение и содержание. Конечно, монография предназначена прежде всего для ученых и должна отвечать по содержанию и по форме жанру публикации. Особое значение здесь имеют четкость формулировок и изложения материала, логика освещения основных идей, концепций и выводов. Ее объем должен быть не меньше шести печатных листов. Требования к сущности изложения материала в главах монографии аналогичны требованиям других научных публикаций с учетом определенных особенностей их назначения. Требования к сущности Нормативные требования к соискателям ученой степени и к диссертации как к квалификационной работе вполне совпадают с этими квитериями. Поэтому диссертация как научный труд, на основании которого делается квалификационная оценка ее автора, должна быть выполненной самостоятельно по актуальному направлению и свидетельствовать об общей научной эрудиции соискателя. Также приводимые в диссертации результаты должны быть достоверны, а полученные результаты должны обладать научной новизной, научной и практической значимостью. Отличительной особенностью диссертации от других видов научных работ, монографий, статьи, докладов, тезисов и т.д. является то, что диссертация должна быть индивидуальной, свидетельствующей о личном кладе в науку соискателя как автора самой работы. По диссертации, а главное, по способности защитить публично ее основные научные положения, можно сделать вывод о научной квалификации соискателя. Тем не менее, между диссертацией и монографией есть и другие отличия. Во-первых, диссертация содержит новые научные результаты, выводы и факты, а монография может излагать как новые результаты, так и методические, технические решения и факты уже известные. Во-вторых, диссертация в соответствии с требованиями высшей стационной комиссии имеет определенную структуру и правила оформления, которых необходимо придерживаться. К оформлению монографии таких требований не ставят. В-третьих, диссертация – это рукопись, которая хранится в ограниченном количестве экземпляров в определенных библиотечных учреждениях. Монография же – это издание, которое прошло соответствующие редакционно-издательские проработки, изготовлено типографическим или иным способом и издано в профессиональном издательстве. Таким образом, в этой лекции мы рассмотрели такие виды научно-исследовательской литературы, как монография и диссертация. Продолжение следует...